Слава Украине! Приветствуем от Полонского. Доброе утро! Давайте, ребята, я вам расскажу, какова на сегодняшний день ситуация с американскими деньгами для Украины и так ли все беспробудно, как это любят пищать из Кремля. Нет, ребята, все более-менее движется своим чередом, по-другому, собственно говоря, и быть не могло. Значит так, смотрите. Наша делегация сейчас находится в Соединенных Штатах и ведет там переговоры. Но давайте начнем, как бы, сначала. С чего все началось? Почему Сенат не выделил той помощи, о которой мы с вами говорили? Что, собственно говоря, произошло? Как вообще происходит это голосование? Сначала должен проголосовать Сенат, потом должен проголосовать Конгресс. В Сенате небольшое большинство демократов, в Конгрессе небольшое большинство республиканцев. Ну, вот такова американская демократия. Договориться между собой не по ряду причин очень часто не могут. Да, и закон также требует подписи президента Соединенных Штатов Америки. Чтобы закон такого рода прошел в Сенате, нужно 60 голосов. То есть, нужны обязательно голоса республиканцев, либо же республиканцев и независимых. Там их независимых, по-моему, 3 человека. Вот. И теперь, почему не прошло? Ну, все довольно, собственно говоря, просто. Дело в том, что закон. Туда сложена была корзина из четырех вещей. Это Украина, это Израиль, это Тайвань и это Мексиканская граница. Самый больной для американцев вопрос. Это, конечно, Мексиканская граница. При всем уважении к нам и Израилю, мы находимся за границей. И для американского обывателя, ну, как и к Тайване. И для американского обывателя это где-то там. Ну, вот чтобы дать сравнение, к примеру, да, чтобы вы поняли, насколько их это все интересует. Ну, просто. Вот скажите мне, кто из вас сегодня начинает день с того, чтобы узнать о ситуации, не напал ли Мадуро с Венесуэлой на Гаяну? Да. Ну, с их точки зрения это выглядит так. Вот и все. Поэтому им болит свое. У них беда на границе. Причем слово беда я абсолютно не беру в кавычки. Администрация Байдена фактически открыла границу. Это факт. Для банд, которые идут со стороны Мексики. Причем это банды со всего мира. То есть там кто хочет, честно. За, насколько я понял, за последние три года границу бесконтрольно пересекло 12 миллионов человек. То есть это где-то по 12-13 тысяч человек в день. Вы себе представляете? Вот и я об этом. То есть их тупо не останавливают. И это, конечно, преступление с моей точки зрения. Потому что это то, что у американцев горит. То есть заходят люди из Сальвадора, из Венесуэлы. Это банды. Ведь если вы думаете, что там заходят все такие несчастные беженцы, никакого криминала, да-да-да-да-да, охотно верю. Заходят наркокартели, члены наркокартелей, мексиканских, гватемальских, гондурас, Никарагуа, Панама, Колумбия, Венесуэла. То есть там что хотите. Там сборная солянка из разных, скажем так, не очень хороших элементов со всей Латинской Америки. Плюс беженцы со всех, так называемые беженцы, со всех сторон земного шара. От России, которая прочухала, что через Мексику там коридор открытый. И до Китая. Которые точно так же прочухали, что там граница дыра. И вперед. Вот что происходит на самом деле. Вот поэтому республиканцы сейчас требуют это дело все немедленно закрыть. И принять законодательство. Что делает администрация Банды? Насколько... Ну это опять со слов республиканцев, насколько я знаю. С той стороны. Поэтому я очень осторожно к этому отношусь. Но республиканцы говорят следующее. Что он взял и изъял кое-какие очень требуемые пункты из проекта этого закона по мексиканской границе. Что для американского общества ну вообще не... Есть такое хорошее крыльянское слово. Напринятно. Неприемливо. Вообще. Этого не может быть. И это вызвало шквал возмущения у республиканцев. И тут уже никакая Украина, никакой Израилем нафиг не интересно. Ну ребята, это так как обстоят дела с их точки зрения. У них страна наводняется людьми, которые фактически прибыли туда жить вместо них. Ну вот, чтобы вы понимали. Людьми другой культуры. Абсолютно... Вообще непонятно кем. Часто криминалом. Часто вообще не пойми кем. Их никто не проверяет. Я тупо шурую через границу колоннами. Спасибо дедушке Байдену. Все, что вот американцы за это его благодарят очень сильно. Почему он делает? Я могу рассказать, но эта тема, ну скажем так. Меня забанит YouTube, поэтому я этого говорить не буду. Скажу одно, что это очень нехорошо. Теперь, что с этим всем делать? Да, и как развиваются события? Нас же интересует наша, будет ли помощь со стороны Соединенных Штатов Америки. Дальше. Значит, поехала туда наша делегация. Да, почему Зеленский не выступал? Да потому что. Еще до... Кот не даст соврать. Слышите? Кот подтверждает всегда мои слова, когда я говорю. Но по натяжении лет подтверждает мои слова, когда я говорю. Правду. Так вот. До выступления Зеленского произошел дичайший конфликт между республиканцами и демократами. Республиканцы просто там и сость, и с министром обороны произошел конфликт. Когда он в сердцах начал им говорить о республиканцам нелицеприятные вещи. Я не хочу в их конфликте, кто прав, кто виноват, это их дела. Республиканцы встали и ушли из зала. И фактически выступать перед пустыми креслами или только перед демократами Зеленскому уже не было смысла. Потому что в таком случае он бы, получается, становился только на сторону демократов. Что неприемлемо для нас. У нас должна быть бипартийная поддержка. Соответственно, выступление Зеленского абсолютно правильно было отменено. Работой занялась наша делегация, которая находится в Соединенных Штатах Америки. Там много сейчас людей. От Стефанчука и до Гончаренко. То есть, кто хочешь. Из разных фракций и так далее. Значит, что произошло дальше? Была встреча с спикером Конгресса Майклом Джонсоном. Очень тяжело ее добиться. Вот, например, предыдущий спикер Маккартни, которого сняли. Он так и отказался встречаться с нашими. Мы просто боясь давления трампистов, боясь, что его снимут. Его так и сняли. Джонсон, на удивление, пошел на встречу. Встречался. Он встречался с... Наших было 4 человека. Был Стефанчук, был Ермак. Арахамия был. И посол Маркарова. В принципе, результатом встречи наши остались довольны. Потому что, смотрите, особых возражений у республиканцев по помощи Украине. Нет. Они хотят ее оказать. Учите, что против законопроекта голосовали даже друзья Украины. То есть, ребята, я имею ввиду, из республиканцев, из пула Украины, из друзей Украины. Потому что, поймите правильно, они прежде всего граждане Соединенных Штатов Америки. Когда уничтожают твою страну, орда идет, да? Орда, которая уничтожает твою страну. То тут уже отбрасываются все сопутствующие факторы и голосуются так, как нужно для страны. Надо их понять тоже. Какие к ним претензии. Вот. И они хотят закрыть. У них самый больной вопрос. Тем более, что они такой дорогой, там, 5 миллиардов долларов. Для Америки это фигня. Байден не хочет давать. Вопрос почему? Ну ладно, оставим. Это внутроамериканское дело. Значит, поговорили с Джонсоном. Вообще, еще раз говорю, с ним добиться встречи, это очень сложно. Крайне сложно. Он принял наших, поговорили, выяснили позиции. Что теперь? Значит, как вы видите, прекрасного голосования в Сенате не прошло. Но уже Байден заявил, что он готов к компромиссам и готов вернуть, вернуть в этот законопроект Мексиканскую границу. Окей, хорошо. Если они утрясают Мексиканскую границу, это уже, собственно говоря, для нас большой плюс. И тогда пойдет, собственно говоря, и наша помощь. По размеру нашей помощи это тоже еще очень важный момент. Значит, смотрите. Некоторые зрадолюбы, точнее, назовем их так, они начали пищать, что помощь уменьшена в законопроекте, ой, бла-бла-бла, ко-ко-ко, не фигулечки. Помощь увеличена. Увеличена. Если кто-то недолуги этого не понимает, то я сейчас объясню. Дело в том, что вот в текущем году помощь Украине была там, по-моему, 44 или 45 миллиардов долларов. Поправьте меня, ну вот в этих пределах. Из них в эту помощь было вписано, как помощь Украине, большая часть, это более 20 миллиардов долларов, это деньги на американское производство, восполняющие потери американской армии от того, что она передает определенное оружие, боеприпасы, оборудование Украине. Понятно, да? Но в этом же году эта помощь для американской армии выведена отдельно. То есть она все равно осталась, просто идет отдельной строкой. А вот помощь Украине, непосредственно помощь, военная помощь Украине, которая, вот именно военная, которая в этом году равнялась, если я так не ошибаюсь, 12,5 миллиардов долларов, это именно военная помощь. А в следующем году она будет 13,5 миллиардов долларов. То есть она увеличена. Просто там поменены названия этих статей Ну по ряду причин это сделано Но в общем и целом помощь стала больше Это надо понимать И никакой зрады в этом абсолютно нет То есть Вот как Байден хотел там В определенный момент 61 по-моему 64 миллиарда долларов Вот так оно и будет И это больше чем было в прошлом году Просто еще раз говорю Ну она у них сейчас Поймите правильно Республиканцы перед своими избирателями Должны показать заботу о американском Суспинстве О американском обществе О американском избирателе Соответственно Любая графа вот в этом вот законе Должна доказывать американскому избирателю Что эти деньги идут на благо Америки Это так и показано там Вот и все Все довольно просто Поэтому ребята С точки зрения самого закона Что касается нас Он Приемлем Как для республиканцев Так и для демократов Потому что в него внесено все что нужно С точки зрения принятия его Есть большая проблема Из-за мексиканской границы Украина проблем не вызывает Есть большинство Что со стороны республиканцев Что подавляющее большинство Со стороны демократов Которые готовы за него голосовать Если будет приведена в порядок Мексиканская граница То есть не приведена порядок До принятия его А закон по мексиканской границе Который позволит оградить Соединенные Штаты Америки От Вот этого всего Что в них сейчас идет Скажем мягко Вот И собственно говоря Вот теперь мы ждем Ждем Вполне возможно что голосование Будет уже на этой неделе Если они Вот сейчас Байден сказал Слава Богу Что да окей Я вроде внесу назад Это все дело Хорошо Если они сейчас договариваются На этой неделе Они уже его голосуют И каждый будет Как говорится доволен Нет у них еще есть время На следующей неделе Ну вот пока что Такая вот ситуация Всябуду Украина Продолжение следует...